Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре серии фидеров от компании Colmik Next Adventure. Фидера достаточно известные, продаются они давно, но отзывов, а главное обзоров, я на них серьезных каких-то не встречал. То есть какие-то вкрапления небольшие, информационные в интернет пространстве, не более в общем-то того. Но тем не менее, фидера действительно достойные, фидера действительно такого хорошего, даже выше среднего класса, с итальянскими корнями. Colmik фирма итальянская, здесь участвовали в разработке спортсмены из Италии, и в общем-то за рубежом они пользуются спросом. А у нас как-то вот незаслуженно в тени Земокса, Волжанки, Сабанеева, Флагмана теперь уже и так далее. Да, и вы той же самой. Но тем не менее, они достойны внимания. Значит, серия насчитывает достаточно много моделей. Все, их все я сюда не принес, по той причине, что из большого многообразия всех этих моделей пользуются спросом в 90-95% продаются людям, и они действительно востребованы на рынке. Именно вот эти основные 5, которые я здесь вот и представляю сейчас на обзоре. Поэтому, если кому-то интересно посмотреть всю серию, описание, там, характеристики, то заходите на ссылки под видео, я ее поставлю. Будет прямая ссылка на раздел магазина, да, где представлены все эти удилища, их цены, характеристики и так далее. Поэтому заходите, смотрите. Ну, начнем, скажем так, про них. Помните, по внешнему виду сначала. Качество изумительное. То есть, я их тестировал года полтора, наверное, назад. Ставил сюда 6-тысячник, катушку 6-тысячную от Шамана Нексейф. И, в общем-то, даже боялся сильно бросать с перегрузом, когда там кормушки ставил примерно на 30-40% тяжелее номинала, ну, верхнего-верхней границы теста. Боялся, что будет захлёст, а вот это колечко маленькое, оно по диаметру 15. Внутренний диаметр. И у них у всех 15. Вот. Но, тем не менее, проблем никаких в забросе не было. Во-первых, кольцо правильно посажено по высоте, да. Во-вторых, вот по расстоянию от катушка-держателя. То есть, даже 6-тысячник сюда становится. Поэтому, ну, тем не менее, нет необходимости сюда ставить 6 тысяч. Совершенно спокойно все эти фидера обходятся 4-5 тысяч катушками. Поэтому этот уж такой размер, тем более, будет прям вот идеально сюда подходить. Поэтому никаких проблем в плане захлёстов за кольцо нет. Кольца Seagite. Качественные, хорошие кольца. Фирменные. Это не китайский Seagite. Есть под этим брендом. Выпускают на разных заводах. То есть, это действительно настоящие кольца, качественные, на хорошие рамы, с мощной, с надёжной вставкой. Которые не пилятся от плетни и лески. Во всяком случае, за все годы продажи всех этих фидеров ни разу не слышу, что у кого-то пропилилось колечко. Где-то именно на этих моделях. Значит, дальше. По материалу бланка написано у нас здесь вот что. Ну, я как бы не изготовитель, не проектировщик этих фидеров. Отношения к ним не имею. Поэтому я могу сказать только как, в общем-то, потребитель. Написано, карбон HM55G. Ну и плюс написано, что контроль байколник. Ну, высокомодульный карбон. В общем, будем так говорить. Дальше. Покатушка держателя. Вот у меня такой есть бзик. Почему, откуда он пошёл. Могу сказать, что я посещал много заводов в Китае. А фидера эти производства все Китай. То есть, всё, что в колонке производится Китай. Но, опять же, скажу, что это Китай качественный очень. То есть, это дорогой завод в Китае. На котором заказывают, в общем-то, практически, наверное, все мировые лидеры. Дренан, Престон и так далее. Что я хотел сказать. Так вот, на модельках я заметил такую закономерность, что когда вот снимаешь вот этот форогрипп, вот вклейка в гильзу бланка, и насколько качественно здесь всё сделано, это говорит, как-то вот прямо пропорционально было всегда качеству самого фидера. Вот как не приедешь, мне вот заводы, я тогда ещё не очень понимал в заводах, да, там не ездил, мне присылали сначала образцы с разных заводов, но это несколько лет назад, вот, пока я не начал уже сам посещать. И мне как-то вот такая закономерность бросилась в глаза. Если здесь всё хорошо, значит, как бы и фидер по качеству, и по характеристикам заявленным тоже полноценен, потому что есть очень много заводов китайских, которые пишут такое ощущение, что от балды и тест, да, и всё, что угодно. А когда начинаешь там нагружать таким тестом, он либо занижен, либо завышен, либо по качеству здесь что-то не то там ломается и тому подобное. Но вот я как-то заметил так, что даже вот с тех пор у меня такой пунктик остался, что как я помимо визуального контроля, да, там технического как-то по бросковым качествам и так далее, как я только попадает мне фидер в руку, я помимо всего прочего откручиваю верхнюю часть держака форогрип, так называемый, да, и смотрю вот эту вставку. Здесь всё идеально, то есть сам катушка-держатель достаточно надёжный, современный, с очень приятным вот таким дизайном. Дальше ручка, ну, опять же, тоже итальянцы любят необычный дизайн, любят выделиться в дизайне, опять же, да, здесь ручка такая приплюснутая, при этом утолщина, дальше идёт, ну, здесь пробка, да, достаточно качественная пробка, здесь идёт эва мелкопористая, которая не будет крошиться, тоже качественная, с таким декоративным кольцом в конце и уплотнённым, уплотнённой её частью, которую можно, в общем-то, ставить, втыкать и так далее, ей ничего не будет, фактически это такая жёсткая, можно считать, чуть ли не металлическая загружка, хотя это такая вот такая, ну, именно эвка такая, достаточно жёстенькая. Дальше, пока я по кольцам вам сказал, ну и давайте приступим тогда, наверное, к, по модельному ряду, да, я так же пройдусь, а потом их разложим, потрясём. Ну, значит, Next Adventure у нас в росте 360, тест 90, одна из самых востребованных моделей, фактически Slim Blank, то есть я меряю для вас бланк, прям при вас всё. Кому не интересно, перематывайте, наверное, да, значит, 12 бланк, наверное, дальше расстояние от центра катушка-держателя до кольца. Длина у этой модели 65 сантиметров, длина рукояти 42 сантиметра. В комплекте идут три вершинки. В вершинки у нас все карбон, две унции, полторашка, и у нас, сейчас скажу, что так не видно, до полторы унции, две и три. Ну, вот, расцветовка такая белая, жёлтая, красная, то есть они, в принципе, соответствуют по жёсткости тем унциям, что указано. Ну, и давайте посадочный диаметр, соответственно, тоже многих будет интересовать, он у нас ровно 3 миллиметра. Длина вершинок, опять же, при вас меряю, 65. На что стоит обратить внимание, что, в общем-то, очень важно, и мне это очень нравится. Я вот в некоторых своих видео критиковал слишком перегруженные тюльпаны на вершинках, противозахлёстные, да, потому что, в общем-то, теоретически это неплохо, но когда некоторые производители, которые не совсем понимают, либо стараются сэкономить, либо не находят, может быть, такую фурнитуру, ставят сюда явно тяжёлый тюльпан противозахлёстный, то смотрится это как-то очень негармонично, когда достаточно лёгкие колечки идут по вершинке, и дальше тяжеленный тюльпан. То есть тогда, когда же даже 0,5 или 0,75 взводишь или вешаешь, она вот так вот кивает. Вот здесь в этом отношении всё замечательно. То есть здесь тюльпаны у нас противозахлёстные, но они маленькие, миниатюрные и очень лёгкие. Поэтому, скажем так, они очень гармонично на этой вершинках смотрятся, ну и, соответственно, не портят сенсорики, поклёвки, то есть, да, чувствительности на поклёвку. Следующая модель Next Adventure 120, 4,15, 120Т, 120 грамм. Ну вот, как обратили внимание, написано Barbell Fishing, такая вот маркировочка у этого типа, ну, можно считать, такой мощной, мощная палка, рассчитана на серьёзную рыбку. Катушка-держатель здесь стоит больше размером, который рассчитан по катушке, наверное, 8000. Сюда совершенно спокойно, если не 10-тысячники войдут, то есть, мощная палка, серьёзная. Но колечко опять такое же, пятнашко, которое везде стоит. Ну и Seagate, да, качественное колечко. Значит, меряем расстояние от кольца до катушка-держателя, до центра 70 аж. Рукоять 46, вершинки, ну, соответственно, они такие же, хотя нет, да, 65 сантиметров. Их три. Они тоже все карбон, тоже с такими противозахлёстными тюльпанчиками. Вот, по маркировочке, два с половиной, три и две унции. Так, диаметр бланка этого мощного друга у нас 15. Следующая моделька. 390 до 90. Был у нас то 360 до 90, теперь 390. У нас тоже очень востребованная модель, поэтому и взял. Диаметр бланка. 13. Расстояние от центра катушка-держателя до кольца 67. Рукоять у нас 44. Соответственно, в комплекте также три вершинки с посадкой 3.0. По унциям 1.5, 2.3. Ну, соответственно, как и у 360-го. Они взаимозаменяемы. Так, дальше. Следующая моделька. 390 до 120. Это уже не как предыдущая, которая мощная и экстремальная. А это, в общем-то, как раз вот наиболее такая, которую берут для ловли бели. Тот вариант берут на карпа частенько, а этот вариант для бели. То есть, вариант более облегчённый, с более тонким бланком. Ну, вот бланк меряем толщину. 13 тоже получается. Катушка-держатель тут стандартный. Вот. Расстояние от кольца до центра держателя 66. Рукоять 44. Также в комплекте три вершинки. С посадкой 3.0. Это 2.5, 2 и 3 унции. Ну, на всех, соответственно, кольца такие же противозахлёстные тюльпанчики, я имею в виду. Ну, и следующая моделька, это 390 до 60 грамм. То есть, это для тех людей, вот я даже из этой серии чаще всего ей ловил. То есть, это стоячие водоёмы, там, где нужно хорошо и далеко бросить. То есть, кормушечки небольшие, на расстоянии, там, условно, 60 метров совершенно спокойно он бросает. То есть, действительно, палка посылистая, хорошая. Это вот все стоячие водоёмы, водохранилища, пруды и так далее, где должен быть дальний заброс. И точный, кстати говоря. Ну, по точности я потом скажу, когда разберём их уже. То есть, действительно, по точности здесь в порядке всё. Так, значит, диаметр бланк также у нас 13. Расстояние от кольца до центра держателя 67. Далеко не у всех такое расстояние, имейте в виду. 44 у каять. В комплекте три вершинки, также с посадкой 3.0. Ну и, соответственно, с маркировкой единичка, полторашка и двушка. Давайте тогда разложим, тогда без лишних слов, да, и посмотрим уже строй. Так, господа, давайте. Вот мы разложили. Ну, вот начинаем с модельки. 360-90 грамм. Вот, смотрите на камеру. Вот такая красота. Вот такие, вот такое расположение колечек. Удачное, удобное, приятное. И правильное. В руке лежит приятно. Ну, вот по строю. Смотрите, строй, я бы сказал, здесь вот такой момент, очень тонкий. То есть, строй, можно сказать, прогрессивный. Но этот строй очень правильный. То есть, он, фидер, он тут же, видите, занимает свое изначальное положение. То есть, многие могут сказать, что это строй быстрый. Но, тем не менее, смотрите, легкий посыл, мой легкий посыл, да, рукой. И палочка уже сгибается до середины. А если я немножко нагружу побольше, то она будет уже работать до комля. То есть, в плане бросковости вот этой серии, она просто замечательная. Вот все, кто берет, да, отмечают первым делом даже не качество, еще что-то, а именно дистанцию заброса. То есть, сразу те, кто, даже вот буквально неделю назад, наверное, человек написал, Максим говорит, пять лет в фидераме, не знал, что я умею бросать, оказывается, в два раза дальше. Вот с комиком он стал бросать в два раза дальше. Но, тем не менее, палка не сопливая, видите, она очень собранная, сбитая и так далее. Ну, давайте, Константин Михайлович, попросим нагрузить. На фоне нашей белой двери как раз хорошо видно. Вот, смотрите, я двумя руками, видите, вот за камелечек. Вот как вам удобно и красиво, да, показать, что вы все очень хорошо. И смотрите, как она будет шикарно вязать рыбу. Смотрите, какая парабола. То есть, практически до комля идет работа бланка. Обалденный фидер. Так что, имейте в виду. Значит, следующая моделька. 390-60. То есть, это для тех, как я сказал, кому нужно на стоячих водоемах половить, кто хочет бросать далеко. Да, извиняюсь. Давайте немножко я еще вернусь к предыдущей модели, потому что у меня есть что сказать в плане кормушек. Поэтому вот такая накладка, я даже вырезать ничего это не буду, потому что, называется, в процессе. Значит, смотрите, по поводу теста. Здесь тест 90, но очень важный момент, что этот фидерочек начинает раскрываться уже где-то от 28 грамм. То есть, кормушка 28 грамм плюс корм и до 90 грамм плюс корм. То есть, тест указан здесь общий, не по свинцу. В плане перегруза, сразу по этой модельке и по следующей. Перегружать можно, но вы потеряете в дистанции заброса. Имейте это в виду. За счет прогиба вот такого бланка, да, так что бланк прогибается до комля, вам, соответственно, просто он провалится в забросе. Поэтому, если плавным броском, то есть, не спиннинговым, выхлестом, да, бросок делать, а именно плавно, с плеча, да, постепенно разгонять. И даже если у вас будет кормушка, допустим, там 100-120 грамм плюс корм небольшого, пускай, объема, то вы ее бросите. Но имейте в виду, вы ее бросите на ближнее, гораздо ближнее расстояние. То есть, весь кайф в том, что этот фидер бросает очень далеко, он потеряется. Поэтому лучше вот по этой модельке, да, и по, вот я сразу возвращаюсь, да, то, что положил, 390-60 в руки беру, да, и по этой модельке. Вы ее серьезно не перегружайте. Значит, теперь дальше идем по 390-60, то, что у меня в руках. Точность такой же строй. Палка очень бросковая, применяется и рекомендуется брать тем, кто ловит в настоящих водоемах, водохранилищах, прудах и так далее. Для тех, кто, кому нужно хорошо, далеко, точно бросить. Вот точность заброса как раз определит вот этот строй, видите, быстрый. То есть, она не колбасит, действительно, кормушка полетит точно в цель. Вот, посмотрите, отличная палка, то есть, мне очень нравится. Приятная. Давайте ее нагрузим. Вот точность такая же парабола. Смотрите, как будет работать. Вот наш 3-су, давайте. Мощный фидер. То есть, мощный в плане вызывает уверенность по вязанию рыбы и по бросковости. По поводу нижней границы теста. Точность так же. 28 грамм плюс корм. Он начинает вкладываться хорошо. Но здесь есть небольшой диапазончик по верхней границе теста, в отличие от предыдущего. Здесь указан тест 60, но он бросит больше. То есть, 70 грамм плюс корм. И если плавным броском 90, небольшого объема плюс корм, да, он бросит именно эту модель. Проверялось мной лично. То есть, бросает. Следующая моделька. Это до 90 грамм. 390-90. Вот такая одна из самых востребованных. Вот эта палочка. Очень приятная. Легкая. В руках лежит очень уверенно. Да, строй, видите, точность такой же. Ну, кто-то скажет, что это быстро. Но видите, как работает бланк грамотно. То есть, он весь будет посылать. То есть, весь бланк. Не только верхняя часть. Потому что минусы быстрого строя, да, часто бывает так, что работает только верхняя часть. И получается, что фактически, вот, кто меня смотрит, напишите в комментарии, пожалуйста. Многие, наверное, сталкивались с тем, что вроде фидер длинный и по тесту все хорошо, а он не бросает. Не могут бросить. А далеко имеется в виду, да. То есть, дистанция все равно как бы сомневаются люди. Неужели он так не умеет бросать сам Роболов, да. Или фидер такой странный, что он не бросает. Вот это происходит именно из-за того, что бланк не загружается полностью, а работает только верхняя его часть. И хоть он будет 450 длиной, хоть 5 метров, все равно он не бросит. Потому что из-за этого всего дрына, как говорится, да, там весла, бросает только верхняя часть. Вот здесь, соответственно, чем мне нравится вот эта серия вся, именно тем, что он прогружается. Видите, вот я чуть-чуть даже, ну, не серьезно нагружаю его. Ну, смотрите, как он работает. То есть, мне кистевым броском достаточно для того, чтобы послать кормушку уже там на 40-50 метров совершенно спокойно. А если я положу вторую руку, грубо говоря, или там с подшагом сделаю, то совершенно спокойно вот это все улетает под 100 метров. Без проблем абсолютно. При этом это дизайн, это действительно фидер выделяется на берегу. Ну, давайте нагрузим его. По минималке допустимости, ну, минимального и максимального веса, точность так же, 28 и до 90. Там чуть-чуть перегруз можно, но аккуратненько тоже сразу теряете в дистанции. Ну, смотрите, видите, вот как отличная палочка. Вот я руки свои даже показываю, что я держу, видите, вот декомбрия у меня. То есть здесь вот чуть-чуть совсем. Ну, это шикарно. Так, ну, у нас остается еще два. Это 390-120. Смотрите, здесь сразу мы говорим, да, вот это еще момент. По течению все фидера могут держать течение, имейте это в виду. И они прекрасно держат течение, никаких вопросов здесь не возникает. Вот это тоже. Это, видите, быстрый строй. Смотрите, здесь уже другой строй. Видите, чуть другой. То есть он уже, можно назвать его уже быстрым. И палочка тоже сделана грамотно, правильно, с тест побольше. И она, соответственно, пожестче в центре. И при этом она будет держать шикарное у вас течение. Поэтому если у вас река, вот 390-120, будете очень довольны и точностью заброса, и как она будет вязать, да, и дальностью заброса. То есть все будете, вы всем этим будете довольны. По весу то же самое. Начинает включаться 28-42 грамма плюс корм. И, возможно, чуть небольшой до 150 грамм кормушку я ставил плюс корм. Но небольшого совсем объема, металлические сетки такие были. Вот, она бросает вот на 40 метров, на 50 я ее бросал. Дальше уже боязно. Да, поэтому все-таки вот по этой серии аккуратно считайте, что это все-таки, ну, ограничивайтесь рамк теста плюс, ну, там, 20% условно. Ну, 30%. Давайте нагружаем. Видите, ну, вот он уже отличается, сами видите, да, построил по работе бланк. Немножко, но отличается. Но все равно вся серия, она похожая, как видите. Ну, и последний. Мощный парень. Дальнобойный. 4-15. Тест-120. Вот такая палочка. На ней написано, как я уже сказал, барбл фишинг. Вот такая мощная. Видите, ну, вот за счет именно того, что толстые бланки, мощность заложена в этой палочке. Конечно, она в руках лежит тяжеловато уже. То есть, как экстра хэвик, фактически, таких вот большинства фирм, производителей, да, там, в районе условно 15-20 тысяч рублей. Вот примерно так. Но сразу скажу, вот маленький моментик, что по Сабанееву, допустим, да, или по Флагману. То есть, Флагман Гретхам, Сабанеев, Фотон Про до 150 грамм, до 120 грамм в руках лежат в два раза легче. Поэтому вот имейте это в виду. Ну, зато здесь мощь продирать рыбку, сазанчиков, ахтуба и все остальное. Нагружаем. Ну, вот видите, похожий строй у всех. Програмотно продуманные Фидера и вся серия. Ну, вот, господа, посмотрели все, вы все, сами все увидели. Действительно, интересные модели, интересные. Те, кто выбирает, скажем так, себе Фидер, обязательно смотрите, интересуйтесь. То есть, это одна из серий, которая у вас встанет, да, в вариант вашего выбора. И на который тоже стоит обратить внимание, а не проходить сразу мимо. Поэтому не говорю, что покупаете только его. Нет, есть модельки тоже хорошие. Скажем так, не хуже, не лучше. Поэтому каждому свое, ну, скажем так, для информации я вам ее дал. Для чего, в общем-то, вы и смотрите мой канал. Ну, и, как обычно, в конце вот такой вот чехольчик я вам представляю под эти Фидера. Простенький, дешевенький чехол, который служит только для транспортировки. В общем-то, это и правильно. Мне это очень нравится, что вот здесь стоят достаточно дорогие колечки. Да, именно эта серия. Потому что вот маленький, чуть-чуть отвлекусь. Завод, например, по кольцам Фуджи. Есть в Японии, есть в Китае и есть даже в Корее теперь. Поэтому, скажем так, если вам говорят, что колечки Фуджи, и для вас это до сего момента было вверх качеством Японии, то сейчас совсем это не так, абсолютно. То есть, колечки, например, Фуджи с Китая, с комплект колец, может стоить там, ну, условно, 7 долларов, там, да, 5 долларов. Это комплект. Комплект колец с Кореей будет дороже, а с Японией еще дороже. Скажем так, в свое время я платил на то, чтобы на спиннинге поставить кольца Фуджи, комплект из колец Фуджи. Я отдавал 34, и потом они подорожали вместе, 52 доллара, представляете? То есть, это такой был, такие цены были заводов несколько лет назад. То есть, ну, это были японские Фуджи. А теперь я смотрю, предлагается Фуджи там за 6-7 долларов. Поэтому, скажем так, здесь момент такой, что лучше качественный Сигайт с хорошего и правильного завода, чем Фуджи, не пойми с чего. Потому что, кроме как там надписи Фуджи, по качеству часто бывает уже ничего не остается. Вот, поэтому вот имейте этот момент в виду. Поэтому здесь Сигайт стоит очень хороший, качественный, никаких проблем у вас с ним никогда не будет. По чехлу, к чему я это сказал, что чехол практически ничего не стоит. То есть, они сэкономили на чехле, и это правильно, абсолютно, который на том предмете, скажем так, да, аксессуаре, который на полет и на рыбалку не влияет. Лучше за эти деньги не впихнули фантик и в обертку, да, в имидж, а лучше за эти деньги поставили получше держатель, что они сделали, и те же колечки хорошие сделали, и ту же пробочку замечательную. Хотя, некоторые, я не буду показывать пальцем, мне дают, там год прошло, полгода, ребята, рыболовы, да, приходят, говорят, Максим, что там пробка крошится? Я смотрю, там чехол потрясающе красивый, там, да, который стоит, ну, серьезных денег, а пробку у них там самую дешевую они поставили. Да, или Эву самую дешевую, которая крошится, либо кольца пилится. Вот все знают, там, если кто-то полазил по интернету, сейчас одна известная фирма, достаточно такой, второй, третий эшелон фидеров, в которых многие жалуются, попропил колец. Хотя, чехлы, тубусы очень приятные, дорогие к нему, но вот они сэкономили на кольцах. Я вот приверженц ровно обратного, поэтому это вот прямо мне по душе, что дешевенький чехол, лишь бы он был, скажем так, чтобы куда-то что-то запихнуть. Но зато все остальное качественно, надежно и так далее. В общем, так, да, подытожим. Обязательно имейте в виду важный момент. Говорю во всех видео, что на запчасти к этим фидерам, на запчасти к этим фидерам, точность также распространяется акция на получение их бесплатно до двух штук в год в период проведения акции. Поэтому все купившие у нас фидера, колмик и других фирм, вы смотрите там по моим выпускам, да, и по анонсам в соцсетях, все люди имеют право получить и получат. Запчасти есть, проблем в них нет. И получат бесплатно запчасти на колмик. Поэтому только те, кто купил у нас, да, в магазине, и те, кто подписан на социальные сети, странички магазина Телеграм, в первую очередь ВКонтакте, в первую очередь, дальше Инстаграм, Фейсбук. И крайне важно, это Ютуб и Рутюб. Ну, лучше Ютуб, скажем так. Если кому-то не лень, можно подписаться на все. Часто спрашивают, а можно ли подписываться, нужно ли подписаться на все, или можно на одну сеть. Скажем так, у нас есть в планах определенные акции, которые будут как раз это учитывать. Поэтому, если есть возможность подписываться на все странички, где вы зарегистрированы в соцсетях, а их нет, ну, вот я перечислил, да, основное, это ВКонтакте, Телеграм и Рутюб. Это вот необходимый минимум, да, дальше Фейсбук, Инстаграм и Рутюб. Это вот дополнение, но тоже крайне желательно. Поэтому, вот исходя из этого, смотрите. В общем-то, всего вам доброго, на этом заканчиваем и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok